Смотришь твой инстаграм, видишь, что ты общаешься в кругу очень многих людей, которых другие люди называют звездами. Это была определенная работа. Подождите, сейчас вы знаете все секреты, как юрист пришел к этому результату. Я понял, что надо сфокусироваться на чем-то одном и делать это хорошо. Не все из них дальше продолжают искать следующие двери. Ну, Роберт Вениров, ну, неизвестно, когда я его увижу. Не бойтесь, делайте шаг. Мне кажется, вот вся твоя история, она про вот это, не бойтесь, делайте шаг. Да, 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 не бойтесь, делайте шаг, вот сделайте правильный шаг. Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Сегодня у нас необычный подкаст. У меня в гостях Максим Сапожников и сейчас полторы минуты вашего внимания на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, теперь вы понимаете, что этот подкаст особенный. Во-первых, у меня особенный гость, Максим, привет. Спасибо. А во-вторых, мы находимся на Зальзибаре в Африке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что на сегодняшний момент из себя представляет твой бизнес? Ну, во-первых, это у меня продюсерский центр. То есть, по-русски говоря, это компания, которая снимает контент для международных брендов. И плюс у меня фэшн магазин онлайн, то есть журнал онлайн, который называется Fashion2Max. И какие показатели твоего журнала? Сколько человек его читает в месяц? Ну, на данный момент у нас 305 тысяч подписчиков. И я бы сказал, что, может быть, это не миллионная аудитория, но это целевая аудитория, которая реально интересуется фэшнами. Ну, я правильно понимаю, это не только российский рынок, естественно? Не-не-не, Россия у нас, наверное, только на четвертом месте. У нас первое – это Америка, второе – это у нас Италия, третье – это Бразилия и четвертое – это Россия. Хорошо, если говорить о продакшене, о продюсерском центре, давай топ-5 твоих клиентов, с которыми ты чаще всего работаешь или? Дольче Каббана, Версачи, Валентино, Булгари, Эль Саб, Ральф Лорен. У нас, наверное, более 30 клиентов таких вот, с которыми мы работали уже. Можешь сейчас вспомнить какой-то такой проект, который тебя в последнее время прям вот удивил чем-то там или особенно как-то порадовал? Мы снимали рекламную кампанию для ТОДС, и основная тема была капсульная коллекция «Цирк». Мы решили снимать это в студии. Мы взяли топ-модель, ее зовут Барбара Палвин, и мы сделали из нее очень красивого такого клоуна. Я нашел очень известного боди-артиста, который, наверное, седьмой боди-артист по всему миру, который приехал в Милан, и мы сделали трансформацию. То есть мы показали сначала ее в виде клоуна, и она говорит типа «do you want to know my secret?» И потом происходили всякие разные экшены, связанные с аксессуарами, потому что ТОДС все равно аксессуарный больше бренд. И потом сделали реверс, как ее превращали из клоуна обратно в топ-модель. А, ну самый классный проект, конечно, который, наверное, был для меня прорывом. Мы снимали рекламную кампанию для очков Vogue Eyewear, с, наверное, топовой самой моделью Джи Джи Хадид. Так. Даже я далека от фэшн, и я знаю, кто это. Это был такой экстремальный экспириенс, потому что мы снимали на Ибице, и это уже было холодно и ветрено, а должны были делать летнюю рекламную кампанию. Все равно это, ну, солнечные очки, сама понимаешь, она в купальнике. И у нас было очень мало времени. Потому что сама знаешь, что топ-модели, они не выделяют много времени, и помимо видео необходимо было снять фото, которые снимали другие известные фотографы, и Луиджи Янг, которые нас привлекли к на этот проект. Ну, я тебе скажу, что, наверное, это один из самых моих классных экспириенсов, потому что я понял, что все-таки профессионализм модели это значит очень многое. Потому что, несмотря на холодную воду, на ветер, потому что она была в купальнике, она отработала настолько, ну, на 100%, ну, я бы сказала, на 150, и при этом не показывала своего аттитуда, не показывала свою, знаете, ну, то есть была не капризная. И нам достаточно было, например, 5 минут на одной локации, да, чтобы заснять нужные кадры. Она прямо вот... Ей ничего не наговорить, просто ты говоришь, что вот идея такая-то, она просто работает. И я смотрел на нее, такой, вау, круто. Ну, еще очень классный человеческий фактор, потому что в конце съемки она подошла к каждому члену команды, это было 30 человек. И всех поблагодарила? И всех поблагодарила, всем сказала спасибо, что есть все. То есть, на самом деле, вот такие вот топовые люди, они менее, менее снобы. Слушай, ну, знаешь, когда смотришь твой личный инстаграм, ну, не знаю, есть ли у тебя личный, ну, можно назвать инстаграм личным, наверное, нет. Смотришь твой инстаграм, видишь, что ты общаешься в кругу очень многих людей, которых другие люди называют звездами. Можно так сказать? Ну, ну, да, можно так сказать, да. Как вообще познакомиться с такими людьми? Или как с ними стоит общаться, или не стоит общаться? Вот с чем это мог бы с нами поделиться? Вообще, в принципе, знаешь, попасть в это сообщество, для меня, это была определенная работа. То есть, это не то, что я шел по улице, тебя кто-то увидел там, знаешь, чтобы мывать кино. Да, ты классный, давай, заходите. Типа красотки, да? Иди, снимай нам видео. Это на самом деле, это работа над профессиональным брендом. И чтобы тебе воспринимали эти люди на уровне, это очень большой трудо... Ну, это большая работа. Потому что я начинал этот бизнес, будучи фотографом. То есть, точнее, я не фотограф, я юрист по образованию. Про это мы сейчас еще поговорим. Не раскрывай карты, друзья. Потому что все, все уже знают, что ты юрист. И сразу вопрос, так, юрист сейчас делает это? Подождите, сейчас вы знаете все секреты, как юрист пришел к этому результату. Давай вот про результат. Все-таки, ты говоришь, работа определенная. То есть, необходимо вообще, когда ты вступаешь в контакт со звездами, тебе необходимо вести себя не как фанат. То есть, не подбегать, говорить, ой, там, я супер, там, не знаю, фанаты твои, там, работают, это классно, это все. И знаете, можно сделать селфи, улыбаешься, там, нет. А необходимо с ними общаться на уровне. Потому что, на самом деле, это обычные люди, нормальные, как и все мы. Просто они добились чего-то, может быть, больше в этой жизни. Или, может быть, они просто более публичные люди. И чтобы они тебя заметили, они, во-первых, а, ты должен им дать какую-то определенную пользу, что ты для них полезный человек. Вот. И, во-вторых, а, во-вторых, я забыл. Забыл? Или это останется за кадром, друзья. Сто процентов мы выключим камеру, и он скажет, а, кстати. Ты недавно был в России. Вот ты как ощущаешь? Тебя в России знает публика? Тебя знаете российские селебы или как? Сейчас я, когда приехал, я почувствовал внимание. То есть, я приходил, например, там, был в Vogue Fashion Night Out, я зашел в ЦУМ, и очень много людей меня останавливали. Русские дизайнеры мне спрашивали совета, и эдитеры, и... Ну, мне кажется, что, может быть, какие-то вот селебы именно ТВ, которые, ну, не связаны с моим бизнесом, может быть, меня не знают, хотя некоторые из них подписаны тоже. Вот, но в целом, в том бизнесе, который я занимаюсь, у меня, мне кажется, есть определенная узнаваемость. Я еще знаю, что у тебя, твой личный бренд, в том числе, распространяется не только на твой основной бизнес, у тебя еще и дополнительные или были направления, да? Да, да, да. Ну, расскажи, куда еще приводят личный бренд людей? Вот моя аудитория, она заинтересована этой темой, и мы смотрим на личный бренд с разных ракурсов. Какие еще бизнесы ты запускал с помощью личного бренда? Я запускал свой личный бренд одежды. А бренд одежды? Да, бренд одежды. Это был достаточно легкий такой стрель-стайл бренд. Это были толстовки, футболки, сделанные в качественной баталии, с хорошей какой-то креативной тематикой. И я сделал два сезона, и у меня этот бренд продавался около более чем 30 магазинов по всему миру. Но я просто потом понял, что это занимает столько времени и энергии, и на самом деле, когда ты что-то создаешь, у тебя очень большая психологическая нагрузка. Как это воспримет, как это оценит? И у меня был реально вот такой вот раздрайв в душе, что я думал, что вот моя коллекция представлена сейчас в шоуруме, а покупают ли они, потому что они меня знают, или покупают ли они, потому что реально им это нравится, продукт, который я произвожу. И для меня было это психологически очень трудно. То есть для тебя это было такое, то, что тебе понравилось делать, и когда ты понял, что энергетически, эмоционально тебя это доставляет хлопоты, ты не готов больше инвестироваться, ты тогда... Да, я понял, что надо сфокусироваться на чем-то одном и делать это хорошо, чем делать там миллион вещей и делать это плохо. И вот я беру у тебя интервью, но я знаю при этом, что ты тоже выступаешь часто в роли интервьюера. Ну нет, ты про что? Ну я недавно читала, ну я видела подборку СМИ о тебе и видела твое интервью с... Динэн Дэн, да? Да, например. Ну, на самом деле, я попробовал, когда работаешь на журнала, ты человек мультитаскинг. Мультитаскинг. Да. Переводим на русский язык. Это... Многозадачность. Многозадачника. Многозадачник, да. Вот, и на самом деле приходится выступать в роли там режиссера, продюсера, там интервьюера и так далее. И да, то есть у меня есть такой опыт, и когда сейчас, например, я работаю над какими-то влогами своими, да, или делаю, например, какой-то материал для влога, история про какого-то героя, то я всегда выступаю с точки зрения человек, который задает вопрос. Хорошо, то есть получается, что знание самого рынка, индустрии, людей, вот этот вот... Сколько лет ты в этой... Ну, меди занимает это 5 лет. Вот. В Милан переехал 10 лет назад. А вот именно в медиабизнесе около 5 лет. А когда у тебя был момент, что ты прям почувствовал, что все, ты как рыба в воде? Вообще у тебя есть это ощущение уже? Я думаю, что есть. Оно у меня есть, но мне кажется, что... нет предела совершенствования. Вот, конечно, нет. Сто процентов. То есть как бы я себя понимаю, что как делается. То есть я достигаю какой-то, допустим, проекта, да, какой-то у кого-то успеха или какого-то классного... Сделала какую-то классную вещь, я стою вот так, знаешь, на балконе, думаю, вот, да, смотрю вот в звезды, думаю, да, круто. И получаю такое, знаешь, удовлетворение душевное. Но потом думаю, а что дальше? А что дальше? Да, это все. То есть это как ты сдала экзамен на 5, да, и думаешь, что будешь кайфовать месяц там все остальное, а потом как бы это чувство пропадает сразу же, да? То есть это кайф. Потом же думаешь, что дальше? Что дальше, да, сто процентов, да. Сразу напрашивает вопрос, а что дальше? Но прежде чем ты мне ответишь, я хочу спросить про ошибки. Потому что вот, знаешь, как все так, вот приехал, вот моя среда, вот сделал. Как-то такой, знаешь, правильный, хороший путь вверх. Было ли что-то, чтобы ты, о чем ты жалеешь? Или где-то ошибся, Акела промахнулся, получил какой-то важный опыт. Вот можешь поделиться? Потому что система мышления, майндсет, он все-таки вот у каждого успешного человека, у каждого человека бренда есть какой-то свой майндсет. И он в том числе бывает соткан из каких-то ошибок, которые мы совершили. Можешь поделиться какой-то своей, которую ты можешь получить? Мне кажется, одной из ошибок, к которой я столкнулся и которую мне научилась сейчас, это работа с брендами. Потому что у меня все равно есть чувство эко в виде каких-то определенных вещей, как это должно быть правильно. Но, к сожалению, не у всех, допустим, менеджеров бренда какого-то есть, они разделяют эту точку зрения. И я вступал в какие-то определенные конфронтации именно с представителями бренда, доказывая им свою правоту и доказывая, что да, нет, вы не правы, что правильно сделать так, так, так. Я был уверен в этом, и я уже как бы понимал, горел этим, я понимал, что это не так. Но сейчас я понимаю, что это неправильно, потому что, ну, клиент всегда прав. То есть ты рекомендовал, как сделать лучшее, настаивал на этом, а они в итоге не соглашались? Да, например, мы что сделали, например, ну, типа нам это не нравится, нам нужно переправить. Или там, например, что советовал, они имели другую какую-то точку зрения. Мне кажется, у меня немного был узкий менталитет такой, знаешь, ну, то есть, все, я говорю, что думаю, вот. Но Европа меня научила, наверное, быть более flexible, будет более... Гибким. Гибким. И что дальше? Дальше, ну, мне кажется, на ближайшие, наверное, пять лет я хочу создать медиу, такую империю, можно сказать. То есть продакшн-компания, которая имела представительство в разных странах. Уэс, Россия, Дубай, Бразилия, Китай. Китай тоже очень интересный рынок для этого. Вот. И плюс развить новые направления, то есть не только заниматься фэшн, но заниматься другими направлениями. При этом я хочу, чтобы мой бренд сложился как успешный бизнесмен, опинион-лидер, лидер мнений, человек, который имеет влияние на определенные процессы именно в индустрии. Тот факт, что ты постоянно самообразовываешься именно в этой теме про персонал бренд, это говорит о том, что у тебя в этой плоскости много интересов лежит. И, знаешь, многие люди, когда они уже через бренд достигают результатов, не все из них дальше продолжают искать следующие двери. То есть на самом деле я хочу выразить восхищение и респект в том смысле, что ты идешь дальше, потому что для многих людей то, что ты уже имеешь, продакшн и так далее, результаты, бренды, кейсы, звезды, для многих людей это уже типа круто. Ну хорошо, а давай вот какие-то такие яркие моменты коммуникации со звездами. Вот с кем ты там делал стелфи, с кем ты как-то яркий знаком? На самом деле стелфи, как вы видели по видео, что у меня было очень много, но на самом деле самым таким ярким событием последнее это было месяц назад. Я приехал в Нью-Йорк, на юбилейный показ Ральф Лорена и это было проводилось в Центропарке, где вот, знаешь, там, не знаю, знаешь, не знаю, где фонтан, они полностью переделали его в какой-то несовершенно Ральф Лорен мир. Я когда пришел туда, я не подозревал, я такое ощущение, что я попал на Оскар, потому что там были Роберт Де Ниро, Опра, Канни Уэст, который играл Джеймс Бонда, Стивен Спилберг, Джессика Чистейн, Блэк Лайвлис. И они все без охраны, они нормальные, значит, просто пришли тоже на ивент. Делал такой, мамма миа, знаешь, там, мамма миа, реально я, я такой думаю, как вообще, ну, вот Роберт Де Ниро, ну, неизвестно, когда я его вижу, да, в своей жизни, я понимаю, что это единственный шанс, но мне, как это, с одной стороны, стремно подойти, сделать селфи, коллеги, типа, увидят, да, как раз мы разговаривали про то, что, типа, быть на уровне, не фанатом, ну, думаю, Роберт Де Ниро фанатом, я могу один на жизни быть. Я подошел к Роберт Де Ниро, мы, кстати, он совершенно нормально отреагировал, мы пообщались, может быть, там, чуть-чуть совсем, но он спросил, чем я занимаюсь, мое имя, и я попросил селфи. Потом мы встретились с Чисикой Чистейн, уже мы, ну, то есть, у нас столики за ужином были не так далеко, вот, и мы как-то разговаривали, с нами собралась ехать также в Москву, кстати, недавно, все скоро, в феврале, по-моему, и мы на эту тему разговорились, и потом я такой, слушай, а можно сделать с тобой фото? Она говорит, да, конечно, что без проблем, там, я попрошу официанта. Она говорит, да нет, давай селфи, иди сюда, идем к свету, там, делаем несколько фотографий, там, сделаем какие-то видео, там, все, то есть, она там играет со цветами, то есть, реально, настолько это было кайфово, все люди были настолько easy, даже, там, и тот же Стивен Спилберг, и, то есть, атмосфера сама, когда ты погружаешься, думаешь, что это вообще просто, там, вау, они там ходят, там, их на тронах носят, нет, они реально нормальные, клевые люди. А что бы ты рекомендовал тем, кто попадает на такое мероприятие, как гость, вот он попал и видит, все-таки, и непонятно, попадет еще или нет, стоит ли все-таки, вот, сделать этот шаг, может быть, даже сделать селфи, или все-таки нет? Ну, во-первых, если вы строите свой персональный бренд, конечно, селфи вам поможет, да, если вы, только надо делать это правильно, то есть, вы должны выбрать, во-первых, правильную позицию, во-вторых, вы не должны быть фанатом, а должны сделать так, то есть, не так, там, аааа, да, 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 а просто, вот смотрите, вы подходите к человеку, представляетесь, спрашиваете, допустим, разрешение, это селфи, там, говорите, чем вы, вы занимаетесь, поддерживаете какую-то небольшую беседу, если это возможно, и, допустим, делаете селфи, но постарайтесь сделать это селфи серьезно, то есть, если человек будет улыбаться, просто посмотрите в камеру, если вы как бы сделать это, вот, тогда, значит, люди подумают, ну да, типа, каррифан, знаешь, там все, но главное, чтобы все равно не забывать, что на одних селфи ты не видишь, необходимо быть, должно быть содержание, необходимо реально делать классные дела, и достигать своих целей, быстро и качественно, а я, кстати, от себя добавлю, то, что, так как я тоже практикую нетворкинг, и очень являюсь адептом всей этой истории, с нетворкинга, я хочу сказать, что очень часто, вот эти даже случайные как бы селфи, вот ваша готовность подойти лично познакомиться, она иногда выливается в то, что представляешь правильно, просто не подходя с позиции, там, вот такой, как вы видите, не называясь фанатом, реально может быть завязываться, и завязываются интересные потом коммуникации, которые приводят к проектам, в моем случае, к интервью, коммуникациям, когда встречаетесь еще раз, бывает такое, что человек вас узнает, так что на самом деле, не бойтесь и делайте шаг, мне кажется, вот эта твоя история, она про вот это, не бойтесь и делайте шаг, не бойтесь и делайте шаг, делайте правильный шаг. Друзья, и традиционно, от нашего госта, для вас есть особенный подарок, сначала я скажу, что нужно сделать, чтобы его получить, и так вам нужно быть подписанным на этот канал, будь брендом, где публикуется полная версия этого интервью, во-вторых, под этим роликом, конечно, его нужно лайкнуть, и под этим роликом, напишите, с чем было интервью вам особенно полезно, какой ваш главный инсайт, и получить, мало того, что книгу с фотографом о моде, подарок, так возможно, еще и либо эфир, либо может быть скайп, или совет какой-то, или какой-то рекомендации, то есть личный контакт, но что в любом случае, мы ваш контакт передадим Максиму, чтобы он отправил вам книгу, и вполне возможно, кто знает, к чему привезет это, может, новая коллаборация какая-то, какая-то новая коллаборация, или у вас в Милане, вдруг выпьете чашечку кофе, такое же возможно, с удовольствием, да, круто, я благодарю тебя, спасибо большое, да, еще раз прям, ждем ваши инсайты, и до встречи, а мы пошли в спа, ты нас сдал, реально у нас сейчас двухчасовой ритуал спа, мы опаздываем, остался на минуту бегать, сейчас, когда мы уже знаем твою историю, когда мы знаем твои результаты, а что дальше? я хочу быть один из ведущих специалистов в создании контента не только для фэшн-брэнда, но и для, может быть, хай-продакшн-фильмов, рекламы, видеоклипов, да, и делать это на высоком уровне. А зачем? Ну, во-первых, это моя цель, чтобы добиться результата в том, что я сейчас делаю, во-вторых, это, конечно, заработать хорошие деньги, чтобы позволить тот, тот уровень жизни, который я, к которому я стремлюсь, ну, и в-третьем, это, наверное, личное будет самоудовлетворение, достижение поставленной цели. Слушай, а вот тогда давай с другой стороны, мы много говорили про нетворкинг, про различные интересные ситуации со звездами, да, казалось бы, вот парень из Екатеринбурга, и сегодня ты переписываешься вот здесь у нас с Линдзилом, да? Поймали. А вот с кем бы ты реально мечтал познакомиться и поработать? Я думаю, что это Бьонсен. Бьонсен? Бьонсен, потому что я очень поражаюсь, насколько она трудоголик и насколько она отличается от всех, и она не следует правил индустрии. Она задает эти правила. То, что она делает и всегда, не знаю, срывает голову. Чтобы в следующий раз, когда я буду брать тебе интервью, ты рассказал про то, как это случилось. Как ты построил Медию Империю и как ты бы работал с Бьонсеном. Надеюсь, мы увидимся чуть раньше. Почему? Я хочу сделать тебе интервью через год. А, ну ладно. Ставим цель и достигаем ее. 2019! Благодарность Максиму Сапожникову за непосредственное участие в организации съемки этого интервью. За час он смог организовать видеосъемку на фриканском острове Зазибар, договориться с отелем, найти оператора, а также сделать монтаж этого видео. Теперь я понимаю, когда ты обладаешь техними качественно как оперативность, ты точно добьешься успеха.